Коллеги, добрый день! Рад приветствовать всех! Большое спасибо за доверие и возможность выступить на этом замечательном форуме. Есть основное отличие. Частная медицина, частный медицинский холдинг сильно отличается от государственной системы. Мы своих пациентов находим сами, они к нам идут сами, поэтому единственное, что, чем и как мы должны отличаться, в угловой угла мы поставили качество и законченность цикла. Пациент должен прийти к нам со своей проблемой, и пациент должен уйти от нас без своей проблемы. Не понял. Я что-то не так сделал. На данном слайде представлена структура эндоскопической службы. На самом деле активов уже намного больше. К данному моменту в целом более 30 активов у группы компаний МИДСИ. И они делятся на клинические больницы, диагностические центры и клиники первичного приема, где есть эндоскопический кабинет. Ну, теперь немножко истории лирики, наверное. До буквально, наверное, года до 2014-го жили-не тужили. Были как все. И структура ничем не отличалась от структуры других коммерческих частных клиник. Были параклиникой, достаточно неплохого уровня. И топом у нас считалось это владение ретроградным искусством, холедохолитиазы и помощь хирургам, остановка кровотечения. И тут возник вектор онкологический. И дал такой толчок, что, в принципе, мы катимся и катимся, и надеемся, что не остановимся. Появилось понятие диагностики раннего рака, эндоскопических возможностей лечения раннего рака. И тут, опять же, роль личностей в истории. Собрался к 2015 году коллектив неразнодушных, которые сказали друг другу, мы не хотим как все, мы хотим лучше всех, мы хотим на уровне крупнейших федеральных центров, а то и Европы, и всего мира. Нормальная цель. Побежали, побежали. И пошли мы к руководству. И начали говорить, отдайте нам это, отдайте нам то. А нам сказали, а вы докажите, что вы можете, и все у вас будет. И поехали заведующие трех, двух стационаров и диагностических центров обучаться и делать все возможное для того, чтобы получить эту методику в руки. Получили. А пациентов нет, а оперировать некого, применить знания и умения ненаком. И села эта инициативная группа, начала думать, а почему так. И очертила она для себя, в принципе, пять основных проблем, которые могли бы влиять и на количество пациентов, и на качество осмотра, и как конечное звено, это возможность эндоскопического лечения. Первое. Это отсутствие четкой нормативной базы для проведения исследования. Есть приказы, но все достаточно обтекаемо. Мы решили, что так дело не пойдет. Отсутствие общей базы пациентов. Единая система медицинская и электронная, она на тот момент, которая существовала, не позволяла ни отслеживать, ни посмотреть, ни зайти в электронную базу, в электронную карту удаленно. Третья проблема. Это отсутствие взаимодействия логистики между активами. Все жили сами по себе. Какого-то четкого иерархии тоже не было выстроено. Поликлиники жили сами по себе. Хороший врач, тот, кто смотрит, не больно. Стационары и диагностические центры удаления образования эпителиальных, ну, до двух сантиметров максимум. И куда идти пациенту со своей проблемой после того, как его направил гастроэнтеролог, либо онколог, либо хирург, либо врач любой первичной специальности. В какую клинику из наших порекомендовать? Дойдет, не дойдет, создано направление, отвечено, не отвечено. В общем, целый вор проблем. И в итоге, когда присели и посчитали, у нас недоход пациентов однозначен, он составлял иногда до 60%. То есть 30-40% дохода – это было хорошо. Хорошо, нашли. Дальше что? Где делать? Кто делать? То есть даже врачи внутри системы, они, грубо говоря, не знали, как маршрутизировать. Эту проблему мы тоже решили поднять и исправить. Четвертое – это качество диагностики и материально-техническое оснащение. На тот момент видеостойки стояли и то предыдущего поколения, это в двух стационарах и в одном диагностическом центре. Пятая проблема, которую мы тоже вычленили, – это отсутствие собственной учебной базы. И мы начали решать эти вопросы. Проблема номер один – отсутствие нормативной базы. Ни в коем разе не вступая в конфликт с федеральным приказом, тем не менее мы создали свой. Это приказ по маршрутизации пациентов на эндоскопические исследования. И буквально мы постарались в этом приказе предусмотреть все. Начиная от методик, заканчивая временем, рекомендованным временем для проведения процедуры. Потому что в итоге мы смогли убедить и финансовую часть, и себя. И в итоге доказали, что хорошо не там, где быстро, хорошо там, где качественно. И в этом приказе мы буквально прописали каждый шаг. И порядок маршрутизации. И мы прикрепили за каждым активом свои поликлиники. Выстроили логичную цепочку. И выстроили логичную цепочку, как это все возможно отследить, для того, чтобы пациент не ушел никуда. Чтобы у пациента была четко выстроена логистическая карта. Он пришел, и он ушел довольный, с решенной проблемой. Вот пример. Это прописано в приказе. Что нужно делать при гастроскопии? Ровно такая же ситуация мы прописали для колоноскопии. И ссылки везде идут на Европейское общество гастроинтестинальной эндоскопии. При этом, я еще раз повторяю, мы ни в коем разе не встали поперек отечественным приказам федеральным. Отсутствие общей пациентки базы. И у нас, получается, Леонид Михайлович, с 2016 года, наверное, медиалог появился. Появилась медицинская информационная система. И мы поставили перед IT-службой наши вопросы. Мы сказали, нам нужно, чтобы была возможность фотодокументации каждого исследования с прикреплением к электронной карте. Чтобы любой врач в группе компаний, где бы он ни находился, удаленно, в Москве, в регионах, смог зайти и посмотреть. И вот таким вот образом у нас в итоге стал выглядеть наш протокол. Слева описательная часть. Внизу изображение, то, что красно выделено, и прочие документы, прикрепленные к электрону. И видно, что по эндоскопии в данной ситуации было сделано 30 снимков. И каждые 30 снимков мы открываем и можем посмотреть. В хорошем качестве, в сопоставлении с описательной частью. И вот тут мы как раз и подошли в итоге, когда всё это сделали, к трёхуровневой системе. Дело в чём? Первонаперво это, естественно, диагностика. И она как раз должна быть качественной. И она должна осуществляться в основном первичным звеном. Для того, чтобы стационары занимались в основном тяжёлой эндоскопией. Это уже операции, это уже сложные методиагностики, всё такое прочее. И поэтому мы создали вот такую логистическую схему, где врач первичного звена назначает процедуру. Проводим на первичном звене в поликлиниках эндоскопию. Мы находим, не находим образование, доброкачественное, недоброкачественное. Есть инвазия, нет инвазии. Возможно эндоскопическое удаление, невозможно эндоскопическое удаление. После того, как первый этап пройден, пациент с находкой отправляется на второй этап. Он консультативно-диагностический. Он выполняется в консультативно-диагностических центрах и в стационарах в зависимости от сложности поставленной задачи, от сложности находки. И здесь уже принимается решение, каким образом будет человеку оказана помощь. Это эндоскопия, это хирургия, либо это уже палеотип. И на третьем уровне как раз и решаются вопросы экспертной эндоскопии, выполняются оперативные вмешательства, диссекции, резекции, либо человек получает уже полноценное радикальное хирургическое лечение. Все сделали, все хорошо. Заходим, открываем базу и пошли чесом прям буквально по картам. Вот она и прелесть фотодокументации. И мы увидели, кто как смотрит. И мы увидели, какой разный уровень. Вот это совершенно негодная картина, на которой совершенно ничего невозможно увидеть. Ничего не отмыто, кругом слизь, краснота. И опять же, та же самая 160-180 стойка. И вот мы пришли к качеству диагностики. Это как раз о том, зачем нужно было все это прописывать в приказе. А в приказе нужно прописывать, оказывается, все. И пришли мы к этой ситуации, что вплоть до прописывания препаратов и сравнительная картинка. До и после. И вот сейчас качество диагностики в группе компании МИДСИ представлено на слайде справа. Вот так сейчас смотрят в группе компании МИДСИ. А тот, кто не смотрит в группе компании МИДСИ, тот сделал выбор, чтобы не работать в нашей команде. Следующее. Это как раз то, что связано с оборудованием. Слава Богу и большое спасибо руководству компании, которая поддержала и закупила на тот момент, и сейчас это абсолютно актуальные топовые машины, и загрузила весь парк. И сейчас продолжается реорганизация и дооснащение. Потому что, естественно, начали с стационаров и крупных диагностических центров. Но сейчас пришло то время, когда даже в поликлинике первичного звена у нас стоит ЭВИКС 0 третьей серии с замечательными эндоскопами, которые дают возможность врачам заинтересованным, мотивированным, а у нас остались только такие, выполнять качественную диагностику и в итоге обеспечивать ту самую трехуровневую систему, которая дает возможность дать полный законченный цикл качественной помощи пациентам. Видите, да, разница какая? Осмотр в белом свете и осмотр в НБА. Это возможности. Теперь биопсия, она прицельна, даже если она требуется. Но в желудке мы это не обсуждаем. Биопсия в желудке всегда необходима, 100%, но она прицельна. И мы уже после исследований, до морфологической верификации, уже примерно знаем, с чем мы имеем дело. Аденомы, сидячие зубчатые образования, либо это гиперпластический полип, который не требует, в принципе, какого-то вмешательства с нашей стороны, лишь наблюдений. И вот в отношении фото- и видеофиксации. Как же это все необходимо делать? Во-первых, для чего? Понятно. Возникла возможность динамического наблюдения, сравнительные картинки. Необходимо консилиум, необходимо второе мнение. Посмотрите, пожалуйста, нет необходимости гонять пациента и пересматривать его тем самым великим человеком, который вынесет окончательный вердикт верно-неверно и что делать. Открыли электронную базу, посмотрели. Дело в том, что даже количество фотографий и места, в которых они должны сделаны быть, прописано как раз в том же самом приказе. И еще немаловажный момент. Когда, наконец-то, люди поняли, что это не прихоть, а это еще и их защита. Когда прошло у нас несколько случаев с жалобами пациентов на некачественное оказание медицинской помощи. И когда мы смогли предоставить наши фотодокументации к нашим же протоколам, вопросы были сняты. И врачами для себя надо это делать, не надо, сложно это, не сложно, занимает это его время. Потому что понятно, что в коммерческой клинике, чем чаще частота приема, чем меньше времени на осмотр, тем кажется, что доктор заработает меньше, больше. Но с использованием новых технологий все становится совсем по-другому. Ну и вот в отношении учебной базы. Да, заведующие научились, посмотрели, поездили, походили и столкнулись опять же вот с той картинкой, которую я показывал. Стал вопрос, что нужно делать собственную учебную базу. Мы больше времени потратим на поиск топовых, либо хороших эндоскопистов, проще выучить, научить своих. И совместно с компанией «Олимпус» на базе клинической больницы номер 2 была создана учебная база по гибкой эндоскопии. Внизу это реальные фотографии, фотографии из гибридной операционной, фотографии с наших круглых столов, работа на биомоделях. Мы это все смогли осуществить. Планируется, у нас это происходит сейчас на регулярной основе, обычно это раз в квартал, буквально 23-го. Да, Ленит Михайлович, у нас будет совместный стол с европейцами по проблеме диссекции о желудочно-кишечном тракте. Но, опять же, и тут вопрос встал вот какой. Мы ринулись обучать врачей. Это как раз та самая ошибка, одна из, которые нас сопровождали на этом пути. С чем мы столкнулись? Необученные сестры. Дефис. Поломка дорогостоящего эндоскопического оборудования. Необученные сестры. Дефис. Многократное увеличение времени оперативного вмешательства. И мы сделали акцент, прежде всего, сначала на среднем медицинском персонале. И это принесло свои плоды. На этом слайде квинтэссенция, в принципе, всех усилий. Это диссекция. Это ранний рак желудка. Это первый зеленый квадратик. Прямоугольники. Диагностический этап был выполнен в поликлинике. Это первый диагностический этап. Второй этап. Консультативно-диагностический. В КДЦ выполнены дополнительные методы исследования. Определены показания. Определены показания. Была выполнена эндоскопическая ультарсонография. Было выявлено отсутствие инвазии в глубокие слоя. Выставлены показания по ДСД. Что и было сделано уже в экспертном центре. Это уже в нашем стационаре. Высокодифференцированная табулярная динокарцинома. Ну вот, наверное, на этом я и закончу. Продолжение следует.